Заплати штраф в течение 20 дней, получи скидку 50%. Такая альтернатива появится у автолюбителей с 1 января следующего года. Сегодня главный пристав Бурятии Аслан Такаев рассказал, какие еще изменения ждут нарушители КОАП. Тому лицу, которое привлечено к ответственности, дается время в течение 20 дней покосить задолженность, вернее, штраф, который в отношении его был применен. То есть, если он эту меру для себя определяет возможным, то, соответственно, оплачивает 50% этого штрафа. Если проходит время, этот срок нарушен, соответственно, он гасит всю сумму целиком. Однако эти привилегии распространяются не на всех. Если водителя поймали нетрезвым за рулем, он отказался от медицинского освидетельствования или нарушил правила повторно, то штраф должен будет оплатить полностью. Административные изменения коснутся и предпринимателей. С июля этого года должникам-банкротам, задолженность которых составляет не менее 500 тысяч рублей, будет даваться отсрочка. Таким образом, у банкрота появится возможность трудоустроиться или найти другой способ погашения задолженности. На это будет даваться до трех лет. При невозможности погашения, либо, соответственно, при неисполнении требований под срочки и рассрочки уже применяется обременение боевого имущества, реализовывается это имущество в конкурсной массе и, соответственно, гасятся его долги. Те долги, которые не будут погашены, ввиду отсутствия недостаточности денежных средств, либо имущества, данные следствия признаются как исполненным, к сожалению, может быть. То есть суд, вне закомпу, досматривает вариант их списания. Только в этом случае неплательщик, освобожденный от уплаты долга, больше не сможет обратиться в банк за кредитом. Кроме того, обсудили и отсрочку на снос самоволок. Напомню, самый скандальный случай был в сентябре прошлого года. Тогда жители поселка Таежный перекрыли подъезды к своим домам, не давая приставам проникнуть на их территорию. Дошло даже до массовой драки. Но вмешался депутат, и жителям дали отсрочку. Сегодня же Аслан Такаев заявил, что снос все же будет. В апреле или май этого года самовольщики вынуждены будут покинуть свои дома. Юлия Пермякова, Алексей Ионов, Первая альтернативная.